Привет, друзья мои! Вот и закончился очередной год. Сегодня вечером, с наступления месяца Чешей, в Израиле начинаются осенние праздники. И первый из них – Роша Шана – Новый год. О том, как правильно встретить новый 5782 год, мы сегодня и поговорим. Череда осенних праздников – это особый период в еврейском календаре. Мы постимся в Йом-Кипур, сидим в шалашах в Суккот, танцуем на Симхат-Тора, но все начинается в Роша Шана, в голову года. Скажу сразу, на еврейский Новый год елку ставить не нужно, но особая атмосфера чувствуется уже везде. На улицах и в домах, в магазинах очень много народу, и все, конечно же, ожидают этого праздника. Роша Шана – это важный день в жизни всего мира, а не только еврейского народа. Все знают это писание, как за шесть дней Бог сотворил мир. В первый мир Он создал небо и землю, потом отделил тьму от света, потом у нас появились животные, рыбы, и только на шестой день Бог создал человека. Так вот, шестой день – это и был первый день месяца Тишрей – Роша Шана. После всемирного потопа Ноах вышел из Ковчега первого Тишрея. И именно в этот день первого Тишрея Бог послал беременность Саре. Все помним эту притчу? Сара и Аврам были уже стары, Аврамаму было 100 лет, Саре 90, и вот Бог послал им сына – Ицхака. И именно первого Тишрея на Роша Шана была жертва переношения Ицхака. В общем, этот день напрямую связан с человеком, с его рождением, с его возрождением, с его спасением. И в общем-то с нами. Мы можем начать все сначала каждый год. Первого Тишрея на Роша Шана. Подумали, осознали свои ошибки, и можно все исправить. Ну а мы вернемся к празднику – Новый год, Роша Шана. Конечно же, это большой праздничный стол. И евреи встречают этот праздник всей семьей за богатым праздничным украшенным столом. Есть очень много традиций, очень много традиционных блюд. Но по традиции, конечно же, на столе в этот праздник обязательно должны быть яблоки и мед. И каждый год, обмакивая яблоко в мед, мы говорим Шана Това Веметука – сладкого и веселого Нового года. И мы сегодня с вами приготовим яблоки. Фаршированные яблоки, запеченные в духовке. Для этого рецепта нам понадобится изюм, курага, орехи, кусочки сливочного масла, корица, конечно же, мед, ну и яблоки. Для начала нам нужно сделать углубление, такую как бы лунку в яблочки, ну и, естественно, очистить от зернышек. И нам нужно добраться до сердцевинки и удалить все косточки. Вот таким образом мы должны очистить от серединки все яблочки. Итак, яблочки мы почистили. Теперь в каждое яблочко на дно мы отправляем кусочек сливочного масла. Небольшой, вот такой, на самое дно. И тогда получится, что каждое яблочко будет иметь очень вкусный сливочный вкус. Вкусный вкус, но это действительно так. Итак, масло мы положили. Теперь изюм. И курага. Курага у меня очень крупная, поэтому я ее, конечно же, порежу на такие же кусочки, как изюм. И плотненько вот туда утрамбовываем нашу курагу в яблочки. Сверху в каждое яблочко мы отправляем немного меда. Он расплавится и пройдет весь туда, внутрь яблочка. Это примерно по пол чайной ложечки меда. Ну и, конечно же, какие яблоки без корицы. Если вы не любите корицу, вы можете не ставить. Я люблю. Корица дает такой аромат. И теперь орешки в каждое яблочко. Вот так мы поставим орешки. Пока мы готовили и фаршировали наши яблочки, духовка была уже включена на 200 градусов. Она нагрелась. И мы отправляем наши яблочки в духовку на 15-20 минут. Наши яблочки готовы. Они пропеклись. Орешки подрумянились. Эти яблоки хороши как в теплом, так и в холодном виде. Мы дадим им немножко остыть и переложим их на красивое блюдо. А украсить наши яблочки можно сахарной пудрой. Вот так. Красота! Пусть каждый дом наполнится счастьем и радостью и каждый день приносит благополучие и сладкую жизнь. Счастливого, сладкого и веселого Нового Года! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем счастливо! Всем пока! Bye!